welcome 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 дорогие друзья не надо наверно сюда переключиться потому что у нас будет гайдёк гайдёк в котором мы посмотрим как фуллаут красиво красиво сыграл за фиддл стика саппорта чемпиона которым можно играть в даймонди да в дермонди европейского сервера на самом деле хорош чемпион фиддл стик у него есть тонна контроля по рунам вы можете выбирать одну из трех версий с пушинкой вполне нормально его играть также его можно играть с аркан кометы потому что вы замедляете фирм противника и соответственно аркан кометы будет попадать либо можете играть full ability power не какой-то там полу саппорт билд именно такие руны которые выбрал в данном случае fallout именно получается не dark harvest взят защитная дальше ветка можно экономическую брать но здесь усилением отхила поэтому вполне нормально и того персонажа которого бьете выхиляйте своего союзника обычно все же вот эту комбинацию берут под синюю ветку но он решил под обилить и power такой комбо сделать комбо вомбо фигомбо и дальше у него лайфстил лайфстил и гоуст пора просто потому что ваши ваши чубрики которые вы будете расставлять они будут там постоянно кстати о чубриках чубрики у фиддл стика на первом уровне является хуже чем обычный вард потому что их выбить проще простого поэтому их надо стоять крайне аккуратно они вы знаете ставится и убегают ну имитируя фиддл стик убегает если к ним туда в кусты заходят но они сразу же пропадают по сути обычные варды можно выбивать но после 6 уровня это бесплатный пинг вард вы можете на этом экономить но и даже если вы не экономите на пинг вардах и все равно их ставите то вы как минимум лишаете соперника вообще обзора потому что будет всегда ставить своих чубриков и будете выбивать варды соперника где бы он их не расставлял следить мы будем в этой игре за так чат нам не нужен за фоллаутом в основном давайте тогда что было более красиво будем смотреть еще и только от глаз его команды в итоге что получается они не пулили грей все ничего решили устроить здесь ловушку лицам всю эту контору спалил довольно быстро и соперник сразу же догадался поэтому никаких ловушек фоллаузе сделать не смог хотя урон цену успел нанести на первом уровне он взял ешку чтобы наносить урон по сопернику плюс замедление w это отхил кушка это тоже замедление по противнику ну там она из афира идет замедление само по себе замедление там не дает эта штука но из афира это происходит и на топе происходит чудесное событие как обычно соло q умирает гвен с игнай там против парня с флешом типикал соло q такой момент не знаю там наверняка сейчас будет листник оппонентов и велинка это дело обузит ну а здесь запушили потому что они не пулили ничего грейвису вполне нормальная была постановка здесь в кустах с этим давлением они смогли спокойно пройти дальше и подпушить и за давайте посмотрим что будет у нас с юми делать но ему очень тяжело потому что юми уроном не обладает сам с двух этих довольно сильных чемпионов врыв делать не может из афира потенциального и постоянно будет попадать под х 1 но правда юми может постоянно лечить в ответ если так задуматься в данном случае вот при она полечила но и сам подставляется очень много потому что крипы явно стояли не в его сторону зачем он так агрессивно стоит линию не совсем понятно кстати против фиддл стика чаще берут инициаторов танковых до казалось бы что лучше брать орден цензор саппорта который будет от хилл делать но больше винрейт должны иметь я не честно не перепроверял после игры как обычно это же игровой гайд после игры мы посмотрим правильные наилучший по винрейту руны наилучший по винрейту билды и соответственно увидим какие матч-апы наилучшие для него но пока могу просто по своим ощущениям сказать что лучше всего танк инициаторы потому что его лучше останавливать самые страшные там всякие сеты наутилус и треши в том числе потому что могут на фонаре вытащить а по адекере в общем-то фиддл стику плевать против каких адекере играть все адекере крайне уязвимы неплохой проказ выдал здесь фиддл стик и можно было бы даже на добивать но у люциан пожадничал немножко со своим флэшом в итоге попал под экзост юми и вполне неудачно не разменялись флэш инициация от фулаута хилл прожимает люциан дэмэджа хватит им чтобы добить юми хватило и флаута должно вроде как здесь хватить дэмэджа нет нет видимо заклинания были на кд в итоге с выходит победителем из этого маленького боя но здесь обоюдные ошибки и фиддл стик когда пропустил кушку от и за решил ворваться не стоило уже на было просто отступить но если не хотят такого результата результат наверное не самый худший потому что линия не успеет и сам быть запушена соответственно по фарму они останутся примерно одинаковые ситуации с зачем-то остается пытается исправить с линию максимально тут у нас проблема у гвен на топе пантеон уже два раза умер от иона и грейвс отдал только что инициативу евеленки я за не успел запушить до линию можно будет запретить попытаться фриза не будет слишком много все же крипов можно сказать успел запушить эти перемотаем пока он не пришел потому что на 100 общей частности интересует только фиддл стик остальные чемпионы просто поглядывать будем оценку давать четвертый уровень флот пробежаться по карте на стартанул он как вы видите с обливе норба это не является грубой ошибкой тем более что ты паузу нажму здесь от хилл идет от этого чемпиона от хилл идет самостоятельный над феррис пассивку сбивает и от хилл идет у иона тоже шикардосный поэтому нормальная тема но это как и не было никаких сейчас давление на бот-лэйне он решил немножко пора уметь и выйти на иона что крайне хорошо заканчивается 6 уровень иона не успевает нажать ульту потому что попадает сначала фир потом попадает сайланс и пантеон обладающий тонном урона и игно и там исправляется наконец-то на этой линии но я думаю не будь от хила и не будет вот этой комбинации еще через игнать например того же самого пантеона успел бы убежать опа это что-то делает эвелинка просто решила побить есть еще ешку пантеона поэтому так агрессивно играет до возвращаемся назад тут люца не умер а под пошлой не просто реколился может быть не самый лучший реклам он решил купить предмет в итоге видите он не успевает вовремя сюда прийти фаллаут под отхилом своих же крипов очень много урон наносит по сопернику не боится потому что но они в ответ и не могут ему сбить отхил у них нет эффекта именно поэтому я и намекал на танков инициаторов орден сенсор саппорта только урон наносят а его можно выхиливать что сейчас и происходит грубейшая ошибка по сути это все организовал фаллаут вот этим моментом и просто чтобы понимали в крипах сражаться можно четвертый уровень видите крайне агрессивно сыграл здесь на этой линии пошел на отхил соперника банально нет урона но их это так сильно выбесило что они потеряли момент и потом уже не сообразили что сейчас может пойти битва совершенно не плюсовая для них но что и вообще-то произошло их убили хороший камбэк потому что по золоту отстают вроде ребят о еще и гвн организовала соло килл дать как она его сделала просто ради интереса гвн 6 взяла фиора делать на шестом уровне он первый пассивка сбивает вторую сбивает на дальше а зачем она отступает как очень странно сыграла фиора отхил у нее не был такой высокий потому что гвн пошла у нас брамбл веса тоже такой интересный момент но фиора пошла в меркл 30 который по сути никак не блокирует гвн потому что гвн с автоатак идет урон с чик-чик идет труда маг соответственно вы тоже никак не блокируете если бы фиора пошла в дополнительный отхил либо тоже врезалку отхила вместо этих ботинок она же могла тоже купить себе экзекьюшнл коллинг и все и тогда бы она здесь победила этот матч-ап сто процентов но атака и гнает и брамбл веса зарешали на потайне тем временем просто запушили линию сриколи а фиддл стик ребят давайте назад вернемся опять вышел на мидлей на 5 пантеона ганга и хороший кстати момент и тут очень сильно ошибся и она не попав ничем на фиддл стик устраивает аннигиляцию бедные велинки ничего уже начинали на будет не сделать еще и на йона решает выйти а йона опять идет волейн и возвращается оооо тут фоллаутик то не очень сыграла не среагировал идеально как мне кажется ну давайте просто здесь поругаем его и одновременно расскажу как лучше все было здесь сыграть идеальный здесь place когда он вернется назад сразу нажать на него фир у вас есть все заклинания ты просто нажимаешь фир потом ты точно попадаешь него ешь к под этим фиром и тогда нажимаешь w а если начать сайланса можно промахнуться эфиры это точно будет ну точное заклинание видите поэтому он не попал если бы он попал сейчас фиром бьерксен бы не успел бы нажать свою кушку и флэш и тогда по сути флаут бы сделал это убийство так упустил келец и репортик просто вам рассказываю про комбинацию и обычно и через ульту точно так же делают вы делаете врыв через ульту прыжочек и там нажимаете фир и потом только ешка последующий w даже иногда w не сразу жмут чтобы сначала пропустить cc эффекты в себя а только потом нажимать уже w лучше под ультой побегать здесь он по-другому решил сыграть потому что я даже не пытается никуда отпрыгивать в итоге пантеон прилетает и еще одна смерть на бот-лейне организованная фиддл стиком но тем временем на топ-лейне пытается убить гвен гвен вытанковывает неплохо но все ж таки и велинка была рядом и хорошая блокировка часа твери зашла промотаем андрейка забрали потому что река будет фиддл стик уже шестой уровень но уже 7 а это значит что у нее теперь из бесплатные варды сам предмет который он идет пересного что он идет я так понимаю он собрался идти в этот frost чейн после своего заклинания чтобы еще frost ку кидать но можно играть через шурели это не будет ошибка потому что вы будете усиливать свой собственный отхил ой тут произошло извините час назад перемотаем посмотрим что я тут упустил а здесь мистер бьерксон с эвелинка решает сделать товар убор что мы веленка как криво сыграла ё-моё так это точно даймонд ребята странно сыграли сейчас ну и бьеркс она добивает фоллаут грейвса они убить не смогли но возможно возможно просто неудачно истечении обстоятельств неудачно кнопочки нажались у евелинки опять то же самое дело с flash инициация сфером очень много урона и пришлось из-за отпрыгивать назад правда я не знаю насчет flash ignite здесь потрачено мне кажется так и боязь убегал но фоллаут дальше бежит повторяет свою комбинацию пытается посадить степить прописать фир люциану надо просто делать рывок а это килл будет но люцик ошибается чуточку и в итоге фоллаута убивают ну перемудрил немножко с другой стороны недооценила наверно своего люциана который не понимал что ему делать если поначал рывок ульта получилось бы сейчас в итоге он выдает ульту и почти убивает эзо бежит к пантеону просит о помощи и панд оказывает ему посильную помощь не лучший момент здесь был вот flash ignite потерянный на ровном месте мне не особо понравился если бы 300 она была на роли от до керри наверно можно было бы так поступить правда сейчас экзост еще снял и его сбивает ультой фоллаут поплыл ребят всех бывает такое надеюсь какой-то уже поплавочек пошел по золото абсолютное равенство но мы чувствуем что не идеально очень сыгры демонстрирует фиддл стик и фиддл стик обиженный пошел на топ-лайн ребят перематываю сюда выдает здесь ульту добирается таки до фиоры убивает и всем показал свое местоположение фоллаут в итоге вся команда его теперь будет любить ценить кроме грейвса потому что у грейвса не было пока соприкосновения с виду стиком захват еще синего леса на почему нет фиора мертва евелинку только что видели внизу вполне нормальный такой моментик снова выходит на топ-лайн флаут здесь потому что у него расставлены были варды все было подготовлено ты у фиоры игра не идет ее надо на будет него уже 58 фарма на 98 вроде все было хорошо но сама же себе принесла смерти она ожидает флот когда она подойдет ближе но это абсолютно правильно когда он потратит кушку на добивание крипа сразу же надо будет выходить все надо выходить но тормозил мне кажется фир сейчас будет сначала сайланс решил прописать а не фир вообще есть куча вариантов как можно фиору ловить можно не сразу кидать заклинания здесь он все же кинул сайланс она его задоджила но правда у него все но не было флеша так что я это никак не помогала умирает она и на бот-лайне происходит сражение где погибает люца но он убивает дабл бот-лайн евелинка продолжает сражаться убьет скорее всего пантеона и наверное еще добьет на прыжочек ультой назад боже ты мы какая у него плохая реакция ну-ка ну-ка подождите я тут экран уберу я просто хочу увидеть что сделал евелинка потому что тут просто прыжок и ешка что ты сделала а ты вот так кинула ульту все я понял думаю почему это думал она сюда приземлиться она эти кривы сыграла но три полкил заработала винка 61 в итоге она уже даже учитывая что сейчас по механике сыграла не лучшим образом а фулау тем временем ничего не боясь с базы идет сразу же видит жертву свою бьерксон его жертва готовится он выступать на чемпионате америки поэтому чуть будет жух и попадает своим как раз таки frost морном тот тем самым ever frost там который купил такие купил его не зря там все равно есть хорошие пассивки он прибавляет ability power за каждый предмет который вы новый будете собирать также добавляет вам замедление по сопернику ну и root если вы попадете в итоге по ним может быть если там была более сильная пассивка его бы больше людей собирала так его собирают только те чемпионы которых есть уже ци ци эффект чтобы попадать этим ци ци эффект или цукрал на участок фоллаут ешкой стартует евелинка его за это сейчас карает но вряд ли велинка сможет убить главе в наглую пытается в наглую пыталась как-то за счет фира прокрутиться но увы гвен слишком много урона чтобы это срабатывало еще и сделали что да решила фиорка на сьона еще зайти игра в общем то уже сделано на самом деле здесь только теперь какие-то дурацкие камбэки от оппонентов могут начаться за счет евелинки но у нее очень неприятный матчап во первых она грейвса но такого грейс она может убить то что он пошел в ниндже тапки но вообще она не так его легко может убивать во вторых есть фидалстик который расставляет везде свои пассив очки и как видите чем это будет заканчиваться еще и смертью даблки для фидалстика так еще и есть гвен который скелется лучше чем фиора на данный момент поэтому я бы сказал что оппонента практически нет шанса на победу но игра еще продолжается еще довольно долго будет продолжаться возможно какой-то камбэк синяя команда все же таки организует в какой-то из моментов а так что дальше делать вообще фидалстику по игре есть так задуматься чуть-чуть подворовывать леса оппонентов чуть-чуть подворовывать свой лес и постоянно ждать вот такие вот выходы соперника и из темноты выпрыгивать саппорта он так и должен 10 но по сути он сейчас становится лесником своей команды в данной игре у него уже 8 киллов но все но вот видите как лесник своей команды делает инициации убивает фиору который явно уже в тильте и неинтересно это лига легенд целиком полностью она уже забила на эту партию но фоллаут синий баф обворовывает ребята его здесь обворовывает варды расставлены с одной стороны ну и флау сейчас дальше раскидывает вардики прыжочек будет я решил а поджиню нет слушания туда посмотрел что пешком идти хотел сказать я но по-другому идти туда и не мог в итоге сюжет соприкаса соприкасается с оппонентами его добивает на этот дурацкий момент был полностью его вина потому что гвен уже была мертва люциан уже не идет туда у него там пак крипов был идеальным моментом сейчас было как раз выйти сюда ребят предварительно поставив вот сюда вард выйти сюда и ждать соперника который пойдет отпушивать этот большой пак крипов хороший момент для того чтобы поймать единичку который сюда выйдет тем более что у фоллаута очень много денег и он действительно сильнее всех он купил этот предмет я не считаю что на фидалстике это адекватный предмет на каком-нибудь танке саппорте это прикольно на орден сэнзере саппорте против ассасинов это тоже прикольно я так понимаю он это накинуть хочет на эвелинку чтобы эвелинка не имела возможности его убивать потому что он понижает ей 30 процентов входящего урона и cc эффекты по эвелинке будут длиться на 20 процентов дольше предмет сам дико хороший если есть в игре один какой-то чемпион который ломает вам всю игру именно вам потому что вы даете этот баф только себе даться с эффекта будет длиться дольше это типа но где-то немножко еще и союзником помогает потому что вы дольше будете держаться с эффекта компонента но по факту его надо все же брать неизвестно на кого он это накинул не показано у нас мертвый йона вернулся назад но этот предмет лучше брать против ярко выраженного ассасина который гоняется за тобой или просто против эвелинки как мне кажется вместо вот этого можно было спокойно купить банши либо ту же самую жоню и этого было уже быть достаточно фоллаута достаточно хпм в этой игре правда сейчас он 650 по еще себе добавил тоже неплохое такое число и того у него стало 2 500 так было бы 2000 если бы просто жоню либо в этот взял себе попытка врыва опять до лица не впрыгивает лицам боится самом деле а эвелинка уже на топ-лайне организовывать убийство то самая страшная комбинация которую можно будет ссылоку если вы играете велинку у вас есть друг который играет юми просто играйте эту комбо это очень сильная комбо на нижних элла это чуть ли не лучшее что может быть потому что но никто не может остановить невидимого чемпиона который притаскивает другого невидимого чемпиона сравни только будет какая-нибудь комбинация физ юми эко юми либо там твич юми там тоже будет невидимость вичами остальные те на варианты которые назвал там просто невероятно мобильная и атакующая машина получается физ и либо эко остальные компании не такие крутые с юми именно для салуку конечно же так у нас на медлене здесь произошло плаут решил подуэлиться один на один чуть было не умер там пролетает фиора флот отходит видимо сейчас будет давать ульту нет уже не понадобится противники все умерли где эвелинка никто не знает давайте посмотрим мы с вами а вот и она мы и увидели прощай люцианус но я не знаю он кликал на нашора много раз при этом здесь не обзора нет ничего да и я бы не сказал что стоит туда идти так вот прям в открытую они убили только одну цель и она правда ничего но нет тогда можно было можно попытаться просто как бы главное их сила это снизу и фиддлстик без ульты но как-то не то мне кажется пантеону вообще ничего не стоит словит бедную гвен гвен пытается убежать на развороте не получается даже углая на раскормленной не получается уйти уже от эвелинки но фоллаута получается дать что здесь произошло по итогу на фоллаут подготовился к этому моменту там на секунду была видна эвелинка поторопилась заходить в эти кусты здесь могу показать еще раз чтобы вы поняли эвелинка убила игрока сейчас добьет и на секунду она будет видно да да вот на секунду будет видно рановато туда зашла я на самом деле вообще отсюда ей шел они так в открытый в итоге фиддлстик делать даблкил используется она чем ну максимально я так понимаю раз прокнула пассивка значит она сработала ее можно перекидывать ребят если вас не устроила одна цель которую в начале игры вы останавливали например у соперника из талон какой-нибудь который бегает вас убивает а вы саппорт вы накидываете на него это но ближе к лейтгейму можете перекинуть это надо керри либо брузера топ лайнерского которого вам нужно будет останавливать какой-то хаос начал твориться настоящее сулоку началось и хорошо что есть душа дракона у красной команды но мне кажется красная команда что-то еще потерялась я не вижу что делает пенсион не вижу что делает грейвс откровенно говоря они ничего не делают один видимо просто потерялся в самом матче а второе решил пауэр фармится но все но проигрывает поэтому power фарма очень сильно соперник получается такая идея но сейчас зато вдохновлены оказались игроки и завлавливают июме евелинке не помогла дайте посмотреть повтор всего сражения потому что опять с показал свое местоположение кинул пушку и тут же его флаут поймал евелинка выходит и просто ей не хватило дэмэджа до ими была без ульты без игна это без экзоста ей банально не хватило урона а прилетевшие фиора уже здесь вряд ли что-то заработает да вряд ли что-то заработает говорю я и потом грейс прыгает в нее чтобы фиория умирала хотя бы не просто так чтобы было ей повеселее матч в общем-то уже завершился он уже второй раз завершился просто в один момент почему-то грейвс и пантеон решили не играть игру войт став появился у фоллаута morella numicon полноценная появилась у него и по-прежнему анафем но он держит на евелинке флэшается в нее чтобы до чтобы сбить сожалению флэшится вы велинку это такая себе идея и умер он зазря зато 93 vision скоро есть кто же убили мой вот опять вот видите теперь теперь у них не хватает пантеона не хватает лица на почему лица на топе чем он там занимается непонятно здесь двух игроков убивает лицам просто ходит солоко она такое и я это уже говорил у меня горит с этого с того что не имеет значения каком элла ты играешь реально не имеет значения как у мало ты играешь она везде происходит то же самое сейчас и мне это расстраивает потому что я не вижу гапа между игроками раньше ты могут реально сказать так это платиновый игрок это понятно а это серверский игрок это понятно на этот игрок ну явно на даймонда тянет сейчас это хаос просто творится как будто смешались кони люди ворчали старики кто не понял что же мы ребят не можем мундир это порвать ну ладно 38 45 видимо будет сражение за последний объект через 30 секунд который появится фоллаут устроил здесь ловушку на там люцианус погибает один на один вообще интересно флеймил ли сан все это время fear fear успевает даже стан прописать молодец но все но погибает вот еще я сейчас поймает зачем-то он развернулся дать кушку на фоллаут красиво попадает еще и в юми и юми пристрелил грейв своей ультой они юми этого и веленку а юми как раз осталось живых у юми ник найм юми кстати говоря ну можно идти по бот-лайну заканчивать наверное это была финальная битва да за счет обзора была одержана победная на самом деле за счет того что лайтгейм просто у них у них не отскеле только люциан чемпионов оппонентов но и грейвс на цивилинка примерно наравне хотя комбинация виленка юми сильнее конечно же чем грейвс в одиночку сам даже здесь ребят час синеба фармида бежит elder дрейка делать тоже молодец пойдем посмотрим какие руны надо брать лучше на этого чемпиона особенно если вы играете на роли саппорта да и вообще на медлайне 51 процент винрейт в лесу 52 второе место среди сейчас лесников с электро китом играется то же самое что dark harvest если будет много экшен это лучше берите dark harvest если мало экшен то электро кит электро кит нужен для размена на линии но он хуже гораздо в лейтгейме dark harvest будет гораздо полезнее потому что урона здесь скелется до 120 180 плюс 25 от ability power процентов здесь келется 60 и плюс 5 за душу соответственно если вы соберете себе 10 душ у вас уже будет 110 урона но скелется он лучше потому что 25 1 от а.д. и 15 этапа идет прирост видите бонусная ну dark harvest шикарен для такие ближе ну не для такие для для дашь на чемпионов он больше дает потому что белить power scaling тоже имеется для чистой ability power на чемпионов то надо больше душ собрать где-то в районе 15 и тогда идеально для вас будет получаться но самое главное он получает откат кто не знает dark harvest электро кьют у него кулдаун 20 секунд здесь откат назад через полтора секунды после убийства это очень хорошая тема поэтому карту всего любит играть но так видите даже не с экономической веткой то вот эта комбинация то что я вам сказал обычно вторую комбинацию так грунт и был надо посмотреть вторую комбинацию играют если тут кстати еще пушинку не советую раньше пушинку советовали часто пушинки нет больше ребят видите надо тестить но говорят что это не будет работать как если верить как раз таки статистике вот на роли саппорта это осталось все еще аркан кометы вот аркан комету когда играют и играют тоже либо с экономической либо с зеленкой от флот решил зеленку с красный что немножко странно как мне кажется но решил решил а здесь вот пушинка 50 процентов здесь винрейт 46 dark harvest тоже за саппортом мол вы будете мало урон наносить вы не успеете за скейлиться и так далее и тому подобное что я точно могу сказать никогда хищника не берите во первых это плохо вы просто политик всю контору только и неадекват и не поймут что вы нажали нажмете сейчас ульту если вы нажали хищника значит вы нажмете сейчас ульту и самое предположим предполагаемая . типа вот этот куст я не вижу он там все просто отходит в сторону то есть просто палишь всю информацию сопернику зачем это нужно сам себе палки в колеса вставлять на по билду давайте не так давайте через обычная тема покажу лесник дефолтные 3 билда full аутовская версия оказалась хуже дать по саппорту что у нас здесь лучше по саппорту такая остается кстати говоря те же самые проценты по сути оставить просто на саппорте реже выигрывают за филосик поэтому сложно тут в основном жоне советуют как первым предметом это не является ошибкой потому что вам же первым нужно делать инициацию какие дела она и ботинки я советую брать против соперников если легкие соперники то можно сойти в пенетру а если соперники тяжелые но там например есть ассасина дэш на тогда 10 на ниндже тапки либо мерки это вообще никогда не берите это полная чушь вы просто будете терять во первых он дорого стоит слишком дорого эти предметы раньше когда 900 стоило еще можно было на экономии как-то выкрутиться кдр можно брать потому что на экономии можно выкрутиться плюс лишний кдр не будет 950 вы получаете и в комбинации с кучей кдр можно будет поиграться ну и по поводу дам империал мандат спросите нужен ли он ему сейчас видал стику скорее нет чем до слишком ослаблен этот предмет лучше уж тогда действительно эти сразу в ever frost хоть он и стоит 600 золота дороже на 700 даже золото дороже все такой вот у нас гайдик получился как и обычно я говорю это игровой кайт ребят а там кто-то говорит юми скинули на этом чувак реально только на юме играет только на ему кстати прошлом сезоне был сильвера в этом сезоне в этом сезоне плат 2 70 процентов винрейт то есть у нее ммр в районе d2 d3 до 70 процентов винрейт правильные данные а ну да он в плотине 3 здесь еще отыграл какой-то обузер видим с каким-то дружком своим играет и с дружком обузит а когда добирается до определенного л а специально проигрывает ненормальные ребята 269 игр чувака 60 процентов винрейт и он не может добраться до выше выше плат 2 это